Приветствую вас! Вот это событие войдет в мировые учебники по экономике. Про это будут писать Нобелевские лауреаты будут рвать волосы у себя на голове и говорить, как же я сам не додумался! А другие люди, прочитав, сказали, гениально! Браво! Вот это действительно еще раз показывает, что украинская экономика, она всем покажет силу! Сила, сила! Что не говорите, мы всегда недооценим украинских бизнесменов! Да нет, ребята, нет! Это вот силище, которое сметет черты матери! Не только Россию, а и Европу придачу! Знаете, смотрите! Прошла информация, это сообщение госстата Польши, что с начала войны, ну скажем так, за 22-23 год граждане Украины зарегистрировали на территории Польши больше 30 тысяч частных предприятий! Да! Рекорд, не то слово, то что! Ну, если взять, то есть, ну понятно, что больше всего регистрировали поляки, а если брать иностранцев, то, ну, вот скажем так, украинцы и там чуть-чуть остальные! Ну, действительно, там немцы, этих всех немцев, а вот украинцы, 30 тысяч, с ума сойти! Ну, все говорят, ничего себе, вот это да, вот это да! Можете представить, когда наши ребята регистрировали, поляки были довольны, ооо, развитие бизнеса, предпринимация, а вообще Польша, вы правильно поняли, давно уже люди бизнесом заниматься не хотят! Ну, Европа, Европа, там действительно количество малых и средних предприятий уменьшается, уменьшается с каждым годом! Так, когда-то было много? Когда-то, ооо, в 90-е годы! В 90-е годы было такое представление, что вся Польша это базар! О, звонят уже! А мы продолжаем! И, казалось бы, класс! Супер! Да! Почему, говорю, войдет в учебники мировые, мировые учебники по экономике? Потому что такую аферу в таком массовом масштабе провести могли только украинцы! Украинский бизнес! Молодцы, ребят! Я вас не счастлив! Браво! Молодцы! Что сделали наши умники? Да, да, да! Они зарестрируют предприятие, как положено! А дальше? Догадались? Нет! Ха-ха-ха-ха! Попалай! Так, хоп! Поляков! Вы думаете, почему они блокировали границу? Я их понимаю, да! Но попалай! Знаете, атака? От души! Ха-ха-ха! Знай наших! Простая схема, но эффективная, черт возьми! Зарестрируется польское предприятие. Потом на территорию Украины завозится товар, который по документам не в Польшу. Он идет транзитом, там, в другие страны. Потом, случайно, этот товар сдается на хранение вот этой польской компании. Но, по всем правилам, это не является экспортом и импортом. Это, ну, товар на хранение. То есть, товар пришел, теперь он должен дальше двигаться, ну, и в другие страны на там порт поплыл и так дальше. Понятное дело, что в этом случае он не проходит таможенную чистку. Ну, это же не продается в Польше, это товар транзитом. Но временно его здесь поставили, потому что, ну, нет, действительно, на практике такой случай бывает, что товар транзитом идет, но порядок стоять и своего на хранение поставили на этот склад, потом дальше это же не то, что что-то такое необычное. Это, ребята, да, поставили. После этого, пу, 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 хоп, и в продажу. Причем по такой демпингной цене, что такая попал, мой поляка, попал. НДС не заплачено, налоги не заплачено, ничего не заплачено. Тупо. Понятно, что цена хорошая, понятно, что с удовольствием покупают, в том числе немцы, шведы. Деньги, деньги, деньги. Ребята, ребята, продажность людей не имеет границ. Да, ой, нельзя, это заплачено. Родной мой, а если цена на 30% меньше? А, это мы уже поняли. Ну, родной мой, погнали. И, действительно, там было, нет, там не только зерно, продукты, там все погнали. Все погнали, все. И так погнали, так взвыли поляков, что не взвыли. Нет, действительно произошла ситуация, когда, ну вот, понимаете, что вы правильно поняли, польские фермеры собрали урожай и ее не могли продать. Надо это. Надо это. Потому что, ну, понимаете как, они говорят, мы можем сделать скидку там 3%, наши пацаны. 3. Мы что, они же налоги платят эти? 3. А мы 30. Ну, понятное дело, что берут. И, действительно, большое количество урожая, ну, пропало. То есть, вот, человек собрал урожай, физически продадет. Физически. Некому. Потому что, да? Потому что, ребята, в зале знаний наших. Вот это есть украинский бизнес. Вот это мне нравится. Аферы. Мошенничество. Жальничество. Вот это сила. Силище. Пускай боятся. Да, да, да. Налоговая сообразила, что что-то странное. Ну, типа, компания, ну, по документам, от нее появляется товар, она ее продает. Ну, налоги не платит, но у них, понятное дело, бросились. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дебилы. Ну, это польские, понимаете. Вы понимаете, у нас же опыт регистрирует на компании как два пальца. Да, по этой причине наши ребята делали простую схему. Они регистрируют компанию, а потом регистрируют на бомжа. ищите не в интерпол можно даже его подавать может ну просто наши ребята фирму откатали бросили почему так много действительно чем на арестрирую компании прогоняли контрабас бросали контрабас бросали а эти поляки пробегая с проверкой ну куда родной родной кого кого что какой еще то пустышка так что кинули хорошо хорошо кинули ну верю что помните чем сила украинского бизнеса все-таки подготовка сильно ну как бы там не было теневая экономика у нас вверх и по этой причине очень много разных схем моделей полу модель и почему это произошло потому что наши ребята прикинули о отменили пошли класс соответственно можно играть дурочку погнали этот трюк с товаром который возится типа транзитом сработал и не мог не сработать потому что надо действительно схемка да действительно сработало да замечательно и по этой причине действительно когда смотрите вот видите какие предприниматели виде 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 кинули хорошо нет я конечно понимаю что сейчас будет бороться пресекать запрещать наше придумаешь это новое потому что понимаете чем дело чем сила те экономики она может всегда новое придумать и придумает одно другое 3 4 тогда вы здесь запретили здесь сделали здесь перекрутили здесь получились так всегда и так она действительно работала и работает и будет работать постоянно если так что европа держись верю что вступление украины в евросоюз тоже не на понятное дело что тут будет куча всяких запретительных ограничительных вы же понимаете что люди которые наловчились обходить законы причем не один год от десятилетиями понятное дело что об трутся посмотрит какие все-таки законы в европе как можно жить вы же понимаете что ни один украинский бизнесмен честно работать в евросоюзе не будет то есть его сама начала будет разрабатывать схемы как кинуть обмануть и платить налоги тогда сам начал то есть он не будет делать вот эти как типа бизнес план там ходы расходы ринтагноз сразу будет ну и так что-то намотить а вот так можно а а так важно да ну понятно дело что на ком-то этапе слова украинский бизнесмен и афера будет синоним и действительно будут пугаться ну то есть бороться очень сильно бороться жить ну как же как же мы же тут же да потому что я говорю вот это событие ну вот которые произошли то больше тогда что-то показывает что даже при такой простой шикарности а если усложнить если добавить ну по большому счету то действительно вы же не забывайте что вот азарт умение действительно обманывать уловки это шлифуется десятилетиями так что такая ситуация есть так что вступаем в евросоюз и мы так взуим так взуим взвоют так ими надо обижали все теперь мы их обижать путь тем более что деньги не пахнут кто украл того и будут железное правило бизнеса что есть то есть благодарю за внимание и запомните если вы не украли деньги другой украдет как бизнес работает витаю вас ну если вы смотрите мой канал значит что-то зацикавило то я предлагаю вам стать спонсором моего канала заходите на титульную стринку моего канала тисните кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров дешевше не бывает и клуб экономичной мудрости дешевше не бывает це перш за все для тих спонсоров которые хотят поделитесь премьерный показ эксклюзивного видео поспілкуватись позадавайте запитания под час стрима и отримать ответы клуб экономичной мудрости ну это уже как что вы хотите займитесь бизнесом и не разориться инвестировать деньги не только в Украине а и за кордоном и как это сделать правильно что був прибуток ну и податки правильно сплатить ну и самое основное клуб экономичной мудрости это про экономику но и настолько простыми словами что даже если вы не экономист это понимаете так что ставайте спонсором не пожаркуйте